Ольга Дубинская считала, что кино дерется на научно-популярное и документальное. Главным документом Ольга считала душу. Именно ее она вложила в фильм, посвященный первому президенту. Фильм Ольги Дубинской «Страсти по Владиславу» был первой ласточкой, познакомившей российского зрителя в загадочной Абхазии. Сегодня, в день второй годовщины со дня смерти режиссера, здесь, на Всероссийском фестивале Союза журналистов, представлена документальная кинокартина Ольги Дубинской «Страсти по Владиславу». Камерный зал одного из комплексов Дагомыса. На экране он. Фильм, в котором духовный лидер абхазского народа всегда жив. «Страсти по Владиславу» – кинокартина, открывающая двери во все души. На фестиваль Союза журналистов России представлять кино о первом президенте Абхазии приехал автор сценария и супруг Ольги Дубинской Дмитрий Менчонок. Для Ольги Дубинской, для кинорежиссера, вдруг в какой-то момент это открылось потом, стало ясно, что является истиной, ради чего мы живем. Собственно, этот фильм – еще одна бесконечная попытка ответить на вопрос, ради чего мы живем и что есть на значении человека. Я думаю, что личность Владислава Григорьевича настолько магнетическая, что она провоцирует искать ответ на этот вопрос. Фильм «Страсти по Владиславу» способен в каждом разбудить задремавший патриотизм. Ольга Дубинская снимала правду, говорила о ней и мечтала донести это миру. Пробив культурную блокаду, успев снять «Страсти по Владиславу», Ольга ушла. Однако душа ее осталась в каждом кадре главного фильма жизни. У нее возникло желание снять фильм о нем, и они просто пришли. Я, честно говоря, не очень готова была говорить на эту тему. Она удивительным образом сразу расположила меня к себе, и разговор получился такой вот задушевный, непринужденный, и я даже на какой-то момент забыла, что была включена камера, и вот этот разговор такой пошел. Это был экспромт, я не готовилась, вот как было, и я вообще в трауре была, и мне, честно говоря, не очень хотелось об этом говорить. Я вообще в состоянии шока пребывала. Ну вот, не знаю, что-то случилось, видимо, какой-то у нее такой вот аура у нее такая была. Казалось, будто объявленная минута молчания в память о Владиславе растянулась на час, который шел фильм. Гости показа, российские журналисты, в основном из Кавказских республик, не могли сдержать слез. Впервые видевшие фильм зрители прочувствовали дух народа, для которого имя победы – Владислав. Фильм произвел огромное впечатление. Конечно, подвиг народа Абхазии – это несомненимый подвиг. Президент «Золотой человек» и все, что он сказал, все, что он сделал, именно, как он сказал, чувствует себя орлом, что вся республика Абхазии – это действительно такие орлы, все прекрасно, все фильм идеальный. Я с такой болью смотрела этот фильм. Чувство патриотизма, оно не меряется словами, оно меряется делами и отношением к народу, к каждому клочку земли. Человек сделал все, чтобы народ почувствовал вот этой вот, на его истоке. Это могила их предков. И не пожалел для этого ничего. Фильм «Страсти по Владиславу» уникален. Ольга Дубинская, даже показывая кадры похорон, передает зрителю главное – вечность Владислава. Вечность человека, изменившего ход истории и подарившего народу Абхазии независимую родину. Воины и их командир. Отец, брат, сын, друг, соратник, президент. Для Абхазии эти слова уместились в два коротких – наш Владислав.